Мы знаем соотношение между М, Д и Ф, и мы знаем, что процессы, бизантийские процессы, просто сбойные процессы, могут сообщать ложную информацию, но при этом не могут маскироваться под корректные процессы. То есть они не могут сообщать, что сообщение пришло под корректные процессы. Это очень важное ограничение. Отсутствие маскарабинга, это очень стандартное ограничение алгоритмов, которые мы рассматривали. Итак, мы на протяжении всего этого времени рассказывали про то, что у нас есть разные кейс-стайли, есть разные алгоритмы. Самый простой из них — это то, что называется фольклорное широкопрещение, а второе — это согласованное широкопрещение. А также Вёзово уже вчера, наверняка заметно, что у нас есть «Изантийское соглашение» и «Интишн-бэйс-нэнсенсус». Мы вот эти все алгоритмы скотировали, продемонстрировали промилле, конечно, по помощи Возова. Также мы скотировали ноутбот на по механизмам, то есть это томарные транзакции. Попробую применить наш мер. Конечно же, спин заработал только на первых двух алгоритмах с нашей абстракцией, что мы, в принципе, ожидали. Мы не думали, что спин прямо сейчас все быстро сделает. Ну, самое простое то, что мы попробовали в первую очередь — это нарастить мощность. То есть мы взяли большую машину, по-моему, 192 гигабайта, попытались на ней позапускать. Вот на самом деле система взорвается довольно быстро. То есть алгоритмы большего размера, они взрываются настолько быстро, что это нам не сильно помогло. Потом спин, я не помню, он, по-моему, у нее есть определенные ограничения по памяти, потому что система не очень новая. Ну вот, значит, мы попытались посмотреть, в чем же дело. И на самом деле причина-то кроется в том, что число даже абстрактных локальных состояний в этих алгоритмах растет довольно быстро. Наши маленькие алгоритмы, теперь мы их называем маленькие после того, как мы все это поняли, в них 6-7 счетчиков. Если мы смотрим на алгоритмы поинтереснее, в которых несколько фаз сообщений проходят, в которых вот этих интервалов больше, у нас выясняется, что на самом деле число счетчиков растет, там уже десятки появляются. Конечно, спин с этим не справляется. Мы начали смотреть, мы попробовали, конечно, нью-смв, это было довольно сложно. Могу сказать, что спин в этом плане гораздо проще, закодировать задачу в спин было гораздо проще. Нью-смв нам пришлось выражать нашу абстракцию в терминах булевых формул и синхронных процессов, хотя система у нас асинхронная, нам приходилось работать с синхронными процессами. И нью-смв с бдз работал на самом деле не очень хорошо. После этого мы попробовали нью-смв с bounded mall checking, то есть нью-смв поддерживает в принципе abounded mall checking. И оказалось, что в принципе все ошибки, которые мы находим, если они там есть, они находятся за десятки шагов. Какой бы алгоритм мы не взяли, ошибки очень неглубокие на самом деле. И когда мы берем корректный алгоритм с корректными параметрами, в принципе новых ошибок не возникает при увеличении числа глубины поиска. И это в общем привело нас к такой мысли, что возможно алгоритмы абстракции, с которыми мы работаем, они на самом деле обладают каким-то хорошим свойством, что надо изучать очень неглубокие вычисления. Это вот нас привело к новому результату, который я представляю здесь. Здесь мы используем уже не просто системы в классическом смысле, не просто счетчиковые системы. Мы используем системы с акселерацией, там где мы можем заменить несколько шагов разных процессов одним шагом системы. Если эти шаги соответствуют одному и тому же переходу в разных процессах, это система с акселерацией. А здесь мы используем уже другое представление абстрактное опять. Я расскажу коротко, чем оно отличается. И здесь мы интересуемся только вопросом достижимости. То есть мы интересуемся только вопросом достижения плохого какого-то состояния в системе. Мы не говорим о живучести, потому что этот вопрос намного сложнее. Хотя мы хотим это обсуждать. И мы, в общем, производим bounded mall checking на таких системах, на нашей абстракции. Более того, мы можем проверять свойства параметризованных систем при помощи bounded mall checking. И самый главный результат этого доклада и этой работы заключается в том, что на самом деле оказалось, что действительно после того, как мы применили счетчик в абстракцию, вычисления в системе, они вот обладают вот этим хорошим свойством, что для того, чтобы найти ошибку, надо проверить очень неглубокие вычисления. Мы можем теоретически показать, что это действительно так. После этого мы осуществляем model checking. Либо находим ошибку, либо нет. Сейчас я перейду вот к этой новой модели. В принципе, в ней ничего очень сложного нет. Она просто отличается от того, что мы видели до этого. Теперь у нас, если раньше вы видели, что алгоритм — это код в промеле или автомат потока управления, то теперь мы абстрагировались от локальных состояний полностью. Теперь мы говорим, что у нас есть просто локальные состояния у каждого процесса. И процесс может перейти из одного локального состояния в другое локальное состояние, если выполняются определенные условия над глобальными переменными. И в этом случае при переходе процесс может увеличить несколько глобальных переменных. То есть это то, что мы называем threshold-отоматы. Они на самом деле отражают в некотором смысле алгоритмы, с которыми мы имеем дело. Модели очень ограничены. Здесь не так много выразительной мощности. На самом деле, что мы здесь можем делать? Мы на каждом ребре можем сравнивать несколько условий, несколько глобальных переменных относительно линейных выражений над параметрами. И мы можем изменять переменную. Единственное изменение, которое мы здесь разрешаем, — это увеличение счетчика. Это очень простая, очень ограниченная модель. Но я вам сейчас покажу, почему она нам интересна. Что еще интересно, здесь мы практически не разрешаем циклы. То есть мы разрешаем цикл, но определенного рода. И если процесс находится в цикле, мы не разрешаем увеличивать глобальные переменные. Почему эта модель вообще интересна? Она очень сильно ограничена. На самом деле, если мы посмотрим, то кажется, что увеличение счетчика соответствует посылке сообщения всем остальным процессам. Это полностью соответствует нашим предыдущим ожиданиям нашей формализации. А сравнение глобальной переменной с линейной комбинацией над параметрами соответствует той самой проверке числа полученных сообщений. Так как у нас сообщения принимаются недетерминированно, мы каждый раз можем принять новое сообщение или не принимать сообщения. И в принципе это соответствует факту, что мы просто проверяем глобальную переменную и сравниваем ее с мнением комбинации параметров. В этой модели мы снова можем моделировать сбои, crash-folds, можем моделировать византийские сбои. В случае crash-folds мы можем явно моделировать сбои, просто считая, сколько процессов у нас сбоит. Здесь мы уже явно поддержим этот счетчик, но моделирование мы производим таким образом, что пользователь не должен видеть этот счетчик. То есть это внутренний счетчик, который показывает число сбойных процессов, но пользователь в своем исходном коде не может обращаться к этому счетчику. Это некоторый вид сверху глобальный. И если у нас число сбойных процессов не достигло f, то процесс может перейти в это специальное состояние, где он перестает что-либо делать. Также мы можем опять моделировать византийские процессы. Мы запускаем n-f копий этого автомата. А факт, что византийские процессы могут посылать некорректные сообщения, отражается вот в этом выражении, когда мы говорим, что мы можем получить сообщения, скажем, посланные корректными процессами, и при этом можем получить еще некоторые дополнительные сообщения от f византийских процессов. Это фолд. Значит, сбоев может быть несколько разных. В разных алгоритмах разные сбои. Процесс не работает, это сбой. Это то, что называется crash-фолд. Если он выдает разные сообщения разным процессам, это византийский сбой. Могут быть симметричные сбои, например, когда процесс выдает неправильную информацию, но всем одну и ту же. Некоторые процессы просто что-то посылают, но всем. Это симметричные сбои. Там много моделей, в принципе, разные алгоритмы работают с разными моделями. Самое важное, что мы можем все их закодировать в этом абстрактном представлении. Ну и, конечно, самый важный факт здесь, то, что если мы посмотрим на исходные алгоритмы, у них бесконечное число локальных состояний. Естественно, мы не можем выразить алгоритм из какой-то статьи в виде такого автомата. Для этого нужно применить сначала абстракцию к описанию процесса. И мы применяем нашу абстракцию, нашу интервальную абстракцию к счетчикам числа сообщений в процессе. Это позволяет нам построить вот такой автомат. Здесь я покажу очень кратко, как можно это сделать, просто саму идею, как можно это сделать. Вот у нас есть наш автомат потока управления, который мы построили в предыдущем докладе. Мы его абстрагировали, то есть мы абстрагировали локальные переменные. И что мы здесь делаем? Теперь мы применили абстракцию только к локальным переменным, мы не трогали глобальные переменные. И мы просто перечисляем здесь все пути в автомате потока управления и опять спрашиваем SMT solver, можно ли нам найти такие комбинации абстрактных локальных переменных, что этот путь в автомате потока управления будет выполним. Если SMT solver говорит нам, да, можно, тогда мы строим, добавляем локальное состояние в наш автомат и строим соответствующий переход. И извлекаем при помощи симульного вычисления ограничения на глобальные переменные. То есть это все делается полностью автоматически, это все можно сделать. Такой автомат строится, еще раз повторяюсь, такой автомат строится по коду промеллы, абстрагируется, дальше по этому автомату строится threshold-based automaton, наш новый автомат. Это все делается в автоматическом режиме. И вот после того, как мы построили такой автомат, наш сложный алгоритм, который мы видели до этого, записанный в псевдокоде, оказывается не таким уж и сложным после первой абстракции. Тут всего 7 локальных состояний у каждого процесса, но очень много переходов между разными состояниями. Это в каком-то смысле объясняет, почему стандартные средства Model Checking испытывают трудности с верификацией таких алгоритмов. У нас очень много недетерминизма. в такой системе. То есть мало того, что у нас есть недетерминизм, а недетерминизм по выбору процесса для выполнения, у нас есть еще внутренний терминизм. Большая степень это внутренний терминизм. В общем, известно, что SAT-селверы, SMT-селверы как-то с этим должны лучше бороться. Это некоторая гипотеза, почему Bounded Model Checking работает лучше. Ну вот, теперь мы начинаем уже нашу задачу верификации с threshold-based automaton, с автоматом. Мы забыли все, что было до этого. Мы работаем с этой формальной моделью. И, в принципе, имея такой автомат, мы можем сказать, что такое композиция N автоматов или N-F автоматов. В классическом Model Checking что мы делаем? Мы фиксируем параметры, мы фиксируем функцию размера, мы говорим, сколько у нас процессов, либо N-F, либо N, и определяем параллельную композицию. Параллельная композиция — это просто декартовое произведение, фактически, процессов, где каждый процесс может сделать один шаг, соответствующий шагу системы. Это стандартная интерпретация, стандартный подход к тому, как построить параллельную композицию. В этом случае мы видим, что нам опять приходится иметь дело с бесконечной системой, с бесконечным семейством конечных систем. С этим надо что-то делать. На самом деле есть другой подход к представлению параллельной композиции процесса, это опять же счетчиковое представление, где мы считаем, сколько процессов в каждом состоянии. И в нашем случае счетчиковое представление состоит из системы переходов, где есть определенные конфигурации и переходы между этими конфигурациями. Каждая конфигурация состоит из набора счетчиков, из набора значений глобальных переменных и из набора параметров. Параметры в ходе вычисления не изменяются. Они определяются в начальном состоянии. Мы добавляем естественное ограничение на сумму счетчиков, то есть сумма должна равняться числу процессов. И дальше мы можем построить такую систему переходов большую. Она, конечно, будет бесконечной, потому что число процессов у нас не ограничено. Но это такое представление, с которым можно иметь дело. Есть система, которая работает над счетчиковыми представлениями, даже если они бесконечны. Если вы символным образом можете описать вычисление системы, бесконечность системы не так страшна. Что тут для нас важно? В стандартной семантике интерливинга если один процесс выполняет один шаг, тогда что тут происходит? Мы проверяем условия, мы уменьшаем один счетчик, увеличим другой счетчик и, соответственно, увеличим глобальные переменные. На самом деле здесь мы заинтересованы не в таком представлении, мы здесь производим акселерацию. Что это значит? Это значит, что если несколько процессов выполняют шаг, соответствующий тому же самому ребру в графе потока управления, то мы можем представить несколько шагов как ускоренный переход, где мы просто совершаем один шаг и добавляем фактор ускорения, скажем так, фактор акселерации. Соответственно, счетчики в этом случае уменьшаются не на единичку, уменьшаются на тройку, в этом случае, в этом примере, и увеличиваются на тройку. Соответственно, глобальные переменные увеличиваются таким же образом. Почему нам эти системы вообще интересны? Это я пропущу. Тут у нас есть формальное представление счетчиковых систем. Это все можно описать формально. Счетчиковые системы с акселерацией. Почему нам вообще такие системы интересны? Здесь можно сформулировать, как обычно, интересующие нас проблемы достижимости и параметризованной достижимости. Что такое задача достижимости? Это стандартная, опять же, задача. Вы фиксируете параметры, фиксируете две конфигурации, допустим, начальную конфигурацию, конфигурацию, где нарушается спецификация, и задаете вопрос, возможно ли, можем ли мы достичь сигма, штрих из сигма в нашей системе из n-процессов? Это классический вопрос. Если мы говорим, что да, возможно, мы можем найти контрпример. В нашем случае мы имеем дело с параметризованной достижимостью. Что это означает? Это значит, что у нас есть определенные свойства. Например, число процессов. Все процессы находятся в состоянии 1 или в состоянии 4, не больше. Есть хотя бы один процесс. Можем ли мы найти такие комбинации параметров и такие конфигурации в счетчиковой системе, что плохая конфигурация достижима из начальной конфигурации? Когда я говорю плохая и начальная, это примеры. На самом деле мы просто заинтересованы в общем вопросе, можно ли найти две таких конфигурации, удовлетворяющих свойствам, что одна конфигурация достижима из другой. Давайте посмотрим. На самом деле вопрос не так прост, как кажется может быть. Вот рассмотрим опять наш пример. Это придуманный пример, он не соответствует ни одному алгоритму, он просто придуманный. Если мы знаем, что число n больше, параметр n больше параметра t, и все это больше или равно f, тогда мы можем задать вопрос, возможно ли, что все процессы, начав в состоянии L1, если все процессы начинают в состоянии L1, тогда хотя бы один процесс достигнет состояния L4. И вот при такой комбинации параметров, при таком ограничении на параметры, это возможно. Что здесь происходит? Некоторые процессы, часть процессов идет по нижнему ребру, увеличивает счетчик x, дальше другие процессы, убедившись в том, что счетчик x больше ли равен n-f, идут по верхнему ребру, увеличивает счетчик y, проходит снова красное ребро, и дальше все процессы могут пройти по зеленому ребру, проверив значение счетчика y. Самое интересное, если мы чуть-чуть меняем условия ограничения на параметры, то есть вместо того, чтобы сказать, что t больше ли равен f, t больше f, оказывается, что уже невозможно найти комбинацию параметров и соответствующие конфигурации, что одно состояние достижимо из другого. То есть эта задача интересная, мы ее здесь решаем. Сколько у меня времени еще? Минут 20, хорошо. С вопросами, да? Хорошо. Значит, вот здесь мы решаем эту задачу. Ну и теперь самое интересное. Это параметризованный и bounded ограниченный model checking. То есть bounded model checking — это такая техника, такой метод, который был изобретен в 99-м году. А идея его очень простая на самом деле. Вместо того, чтобы представлять систему, состояние системы конкретным способом, указывая значения переменных, мы представляем состояние системы при помощи формул, формул пропозициональной логики, например, мы описываем множество начальных состояний при помощи формул, мы описываем множество плохих состояний, где содержатся ошибки, при помощи формулы, и мы описываем отношения переходов при помощи формулы над предыдущими значениями переменных и новыми значениями переменных. Дальше пользователь задает какое-то волшебное число k, ограничение на число переходов, и Model Checker пытается найти вычисление ведущего изначального состояния в плохое состояние, используя не более k переходов. Это Bounded Model Checking. Он реализован во многих, есть система, реализующая Bounded Model Checking, в том числе NewSMV, есть известный Model Checker, CBMC, проверяющий код на C при помощи этого подхода. Это интересный подход. И мы пользуемся средством NewSMV для проверки свойств в соответствии с Bounded Model Checking. Конечно же, если мы просто берем какое-то число, ограничение на число переходов, задается вопрос, если мы не нашли ошибку, знаем ли мы что-нибудь о системе, знаем ли мы, что ошибки в этой системе нет. В случае Bounded Model Checking такого ответа у нас нет. То есть эта техника в общем случае получается неполная. Но есть определенный результат, который гарантирует полноту метода в том случае, если мы знаем ограничение на число состояний в нашей системе. Или даже лучше, если мы знаем диаметр нашей системы. Если мы посмотрим на систему переходов, то мы можем определить расстояние между двумя конфигурациями в системе. Может оказаться, что одна конфигурация достижима из другой по очень длинному пути. На самом деле существует очень короткий путь, ведущий из одной конфигурации в другую. Самый кратчайший путь называется расстоянием между конфигурациями. Если мы возьмем самое длинное расстояние между всеми конфигурациями, если мы перечислим все конфигурации и возьмем самое длинное расстояние, такая характеристика будет называться диаметром системы. Так вот, интересное свойство bounded mall checking заключается в том, что если вы хотите найти ошибки, которые характеризуются как ошибки достижимости состояний, вам достаточно проверить, как раз взять это магическое число k равным диаметру. То есть нужно проверить не больше, чем диаметр переходов. Если мы фиксируем параметры и рассматриваем систему фиксированным числом параметров, нам достаточно найти диаметр. Если мы увеличим наши параметры, диаметр, конечно же, растет. Вопрос. Если мы теперь применяем акселерацию к счетчикам, может ли оказаться так, что диаметр системы с акселерацией на самом деле ограничен? Можем ли мы придумать некоторые ограничения на этот диаметр? Можем ли мы его найти? Оказывается, что да. В нашем случае для таких автоматов threshold-based automata оказывается, что диаметр системы с акселерацией ограничен, и мы можем его вычислить. С практической точки зрения, что это означает, что мы можем вычислить диаметр? На самом деле есть два приложения. Первое приложение. Если мы знаем диаметр системы с акселерацией, мы знаем диаметр системы без акселерации при фиксированных параметрах. Мы фиксируем параметр, мы знаем диаметр системы, можем применить bounded model checker. Если мы не нашли контр-пример, мы знаем, что спецификация выполняется на системе с фиксированным числом процессов. Второе применение. Мы применяем нашу счетчиковую абстракцию. И снова, зная диаметр системы с акселерацией, мы можем вычислить диаметр абстрактной системы. Счетчиковая абстракция. То есть важная составляющая в данном случае — это диаметр системы с акселерацией. И, конечно же, в лучшем случае у нас получается полный метод. То есть мы всегда знаем, спецификация у нас выполняется или нет. Но здесь есть небольшая оговорка. Если мы хотим делать параметризованный model checking, нам нужны средства уточнения моделей. Если они не полны, как часто бывает, то все плохо. Здесь я просто покажу очень кратко, что происходит. У нас все определено формально. На самом деле оказывается, что диаметр системы с акселерацией ограничен числом ребер в нашем автомате и числом специальных условий в нашем автомате. Эти условия, которые мы видели, здесь мы смотрим только на условия определенного вида. Условия, которые разблокируют определенные ограничения и при этом находятся позже в потоке управления, чем само условие. То есть мы всегда можем взять автомат и вычислить по нему диаметр. Я здесь очень кратко скажу, в чем идея. Идея очень интересная на самом деле. Очень кратко. Что здесь происходит? Мы берем вычисления из одной конфигурации в другую. Оказывается, что мы можем найти конечное число, фиксированное число специальных переходов, которые мы называем milestones или вехи. И все, что находится между этими вехами, мы можем сортировать. Все переходы между вехами мы можем отсортировать с учетом от нашего графа потока управления. А вехи мы не трогаем. Оказывается, что число этих вех ограничено числом определенных условий в автомате. Все вычисления внутри между вехами мы сортируем и дальше применяем акселерацию. Вот таким образом. То есть у нас есть некоторый частичный порядок. Мы сортируем с учетом этого частичного порядка вычисления. И дальше производим акселерацию. Применяем акселерацию. И вот оказывается, что размер, диаметр такой системы с акселерацией ограничен как раз вот этим самым выражением, которое зависит от числа ребер в автомате и от числа условий специального вида в автомате. Значит, мы попробовали применить этот метод к нашим интересным алгоритмам, которые мы не могли проверить до этого, к алгоритмам, которые мы могли проверить до этого. И вот что у нас получилось. Да, давайте я вам скажу. Значит, здесь мы используем несколько средств. Одно из них — NewSMV. И NewSMV может работать либо со встроенным солвером, не самым лучшим, либо оно может работать с параллельным солвером Plingelin, который работает на нескольких ядрах. Он иногда, ну, чаще он бывает быстрее, чем встроенный солвер. Что здесь получилось? Значит, мы вычислили диаметр счетчиковой абстракции в соответствии с указанной формулой. Вот здесь указан диаметр, да, вот этими вот линиями показан диаметр. И зелеными линиями показана та глубина вычислений, которую мы смогли реально достичь с помощью NewSMV. Как видно, мы смогли сделать чуть больше, чем до этого. То есть мы смогли проверить на два алгоритма больше. На самом деле у нас есть два алгоритма, которые распадаются на два случая. И в каждом из этих алгоритмов мы смогли проверить один случай с хорошей комбинацией параметров, с хорошими ограничениями параметра. Как оказывается, мы все еще не можем достичь этого диаметра. Мы сейчас над этим работаем. Но интересен сам факт, что мы можем ограничить длину вычисления в системе. И зная это ограничение, мы можем точно убедиться в том, что bounded mall checking дает нам полный метод верификации. И в принципе этот диаметр, как оказывается, не то чтобы уж очень большой. То есть мы знаем, что поработав над алгоритм, мы можем этот диаметр уменьшить. Итак, заключение. В этой части мы рассказали о новом методе, где мы применяем уже bounded mall checking к нашей абстракции. И самое интересное, что теоретический результат на ограничение диаметра дает нам применимость, полноту bounded mall checking в случае фиксированного числа параметров и параметризованных систем. Конечно же, хотелось бы улучшить реализацию. Мы сейчас над этим работаем. Самый важный вопрос, можем ли мы получить подобный результат для свойств живучести. В том, что касается живучести и bounded mall checking, там все немножко хуже. К сожалению, там диаметром все дело не обходится. Очень часто приходится использовать другие характеристики графов, которые взрываются довольно быстро. У нас есть реализация. В принципе, на нашем сайте можно все это найти. Можно найти все benchmarks, все case studies, промелия. И можно запустить виртуальную машину или скачать исходный код. Можно запустить виртуальную машину и просто поиграть с разными способами верификации. В общем, я закрыл четыре части, я думаю, в результате. Спасибо. Давайте поблагодарим. Теперь куча вопросов. Пожалуйста, 66 слайд, что мы можем достичь. Вот данные графики. Что означает, что у вас не хватило времени, памяти или что? Почему не достиг? Это хороший вопрос. Для этого алгоритма нам, по-моему, не хватило памяти в результате. Для этого алгоритма нам не хватило времени. То есть на самом деле в NewsMV… Там сложная ситуация. Если берете разные садсолверы, то они работают по-разному. Есть садсолверы, которые требуют меньше памяти, но требуют много времени. Есть садсолверы, которые требуют меньше времени, но много памяти. Соответственно, в этом случае мы исчерпали всю память. Память у нас была 64 гигабайта. То есть мы действительно запускали эксперименты на больших, условно больших. Есть больше, но достаточно больших машин. Разумно больших, которые у нас были в шаговой доступности. На самом деле здесь не показан другой алгоритм, последний. И там у нас случилась такая ситуация, что ModelChecker выдавал нам много контрпримеров. Мы их уточняли, уточняли, в течение суток уточняли. И дальше просто закончили. То есть у нас стоял тайм-аут на сутки. И просто наше средство не смогло уточнить абстрактную модель до той степени, что ModelChecker перестал находить контрпримеры. Совершенно механический вопрос, тем не менее, естественный после того, что вы сказали. Имеет ли смысл пробовать эти же алгоритмы, существующие в стейте вашего искусства, грубо говоря, на супер-больших машинах, на суперкомпьютерах? Или это вообще пустая трата времени? Интерпретировать результат означает, что пока чего-то не понимаем теоретически. Я согласен, что скорее мы пока что-то не понимаем теоретически. Мы работаем в этом направлении. Сейчас мы… То есть просите рисунок, что-то не надо, надо подумать? Я думаю, что да. На самом деле эти алгоритмы интересны тем, что там можно над ними очень много думать. Скажите, пожалуйста, а вот предположим, когда-то вы эти проблемы поборете. И что? Что дальше? Вот вы докажете, получите, это переворот в программной инженерии. Что будет? Что человечество получит, если вы добьетесь своей цели? Это хороший вопрос тоже. Значит, во-первых, тут есть несколько потенциальных результатов. Во-первых, мы сможем показать при помощи средств model checking, что те алгоритмы, которые доказаны вручную, они корректны при нашей формализации. Это первый полезный результат. Второй результат, который мы считаем более интересным, то, что инженеры могут взять текущий алгоритм и пытаться его адаптировать под какие-то свои цели. Это действительно происходит, если мы посмотрим отчет Amazon. Они говорят, ну вот у нас там было одно условие, а на самом деле у нас система работает по-другому. Давайте возьмем не N больше 3T, а N больше 5T, например. В этом случае вся теория рассыпается. Доказательства-то есть, но для других систем. Мы надеемся, что инженер возьмет нашу формализацию, изменит параметры и скажет, вот алгоритм все равно работает или не работает. Это другой вариант. Ну и последний вариант, на самом деле, то, что мы испытали на себе. Имея model checker, который дает вам контрпримеры, можно понять, как работает алгоритм. То есть, в принципе, как средство обучения тоже очень интересно. То есть вы представляете из таких идеальных инженеров, которые все это возьмут, на самом деле они увидят, боже мой, тут формула, не, не надо, сделаем сами на коленке. Нет, ну, как сказать… Не надо комментировать. Не надо это комментировать. Нет, давайте вам скажем, мы прочитали недавно отчет Amazon и обрадовались. На самом деле, если им очень надо, они это сделают. У них есть специально обученные люди, которые не боятся формул. Идеальные инженеры такие. Идеальный конь вакууме, да? У них уже не инженеры, но еще люди, скажем, человек. Извините, вопрос такой. Может, конечно, только я один не понял. Все-таки, как вы обосновываете репрезентативность такого параметра, как диаметр? Вроде бы вот так. На первый взгляд, конечно, тривиально. Чем больше там вариантов, по сути, больше диаметр, больше вариантов, хуже пойдет даже bounded model checking. Вот я что-то не понял. Все-таки, что, так сказать, он дает, и как вы обосновываете его репрезентативность, для того, чтобы оценить априори, как бы, я так понимаю правильно, да? С помощью него, если мы знаем диаметр, мы как-то априорно можем оценить, как пойдет верификация. Вот можете еще просто... Ну, это, скажем, не наш результат, это старый результат Кларка, Армина, Бире и Цемати. Он как раз заключается в том, что, что бы вы ни делали, вы можете увеличивать длину вычисления, но, тем не менее, если ошибка достижима, если ошибка недостижима на вычислениях меньше или равна диаметру, то она недостижима при большей длине вычисления. Да, но это вроде бы очевидно, да, потому что диаметр дальше... Не, ну как, как, это не совсем очевидно. Я бы не сказал, что это очевидно. На самом деле, если вы говорите о свойствах живучести, там диаметра недостаточно, там надо исследовать... Да, там надо исследовать уже простые цепи. Это уже... Ну, можно сказать, что это очевидно. Когда этот результат был получен, я думаю, что это не было. Обычно в русской литературе живость называются свойства, а не живучесть. Это совершенно точно живость. Я не спорю. В bounded model checking мне непонятно, почему вы пользователю заставляете писать формулы, вместо того, что bounded model checking вообще-то сам эти формулы по программе вычисляет. Да, да, это автоматически вычисляется, конечно. Вот, тогда вопрос другой. Но обычно этот... То есть сам алгоритм этот, проходя там по циклу, он просто увеличивает формулы в объеме, они просто пухнут. Ну и возникает вот этот самый взрыв, с которым даже не справляются эти соотрешатели. Хотя есть методы, там какой-то хорошей аппроксимации, которые могут это сгладить. Вот вы какие-нибудь из вот этих методов пока не применяете? Пока нет, но сейчас могу забежать вперед, сказать, что сейчас мы пытаемся использовать SMT-солверы. То есть вместо того, чтобы просто использовать SAT, мы используем линейную арифметику в SMT-солверах. Там получается, что... Не то чтобы размер формул уменьшается, размер не уменьшается, но задача решается быстрее. Но это пока не опубликованный даже результат. У меня тоже вопрос практического свойства. Скажем так, вы исследуете чужие алгоритмы, да? А ваша теоретическая модель, может быть, вам раскрыла как-то глаза, и может быть, теперь вы сами можете нарисовать такой алгоритм лучше, видя недостатки изнутри, чисто теоретические? Ну, как вам сказать, у нас есть Йозеф, он написал диссертацию на тему алгоритмов синхронизации часов. То есть, к сожалению, у нас уже есть человек, который может придумывать эти алгоритмы до того, как мы занялись в Model Checking. Но, в принципе, что я могу сказать, имея вот это вот средство или имея вот эту технику, мы можем получить лучшее понимание того, почему система ломается, или почему она на самом деле работает. Определенное понимание есть, да. Я бы сказал, что Model Checking — основной компонент в этом случае, потому что мы можем получить контрпример условно быстро, да, и посмотреть, поиграть в систему, понять какие-то параметры. Это вот такой ответ. Еще вопросы? Спасибо. Нет, тогда я предлагаю длительными аплодисментами. Спасибо.